здравствуйте друзья доброе утро надо сказать что у нас тут какие-то странные погодные ну не могу сказать аномалии ну тип того происходит то есть такая погода вот 28 год мы тут живем такого не было и не то чтобы какая-то беда большая вот сегодня посмотреть как солнышко светит вы знаете как хорошо все так замечательно вот а в другой раз вчера например так и пасмурно было и я что-то даже подмерзаю там немножко мне говорят это ты мол жиркутия не хватает на теле от того и подмерзаешь а другой день вроде и жирку не то тепло эти в общем а то дожди вдруг и это апрель месяц середина апреля все странно в общем такая вот странность с утра встаешь смотришь там и ведешь и чего чего одеть потому что мало ли там будет жарко будет холодно свитер с собой вожу очень потрясающе помещение вот нам тут для наших бизнес потребностей потому что нам не то что отказались нам сказали что студентов там быть не должно мы подумали для административных нужд помещение которое нам предлагали было великовато конечно нам нам столько просто не надо ну да у нас вот сейчас два человека выходят там с 1 мая но не ну куда же нам такое хотя этих двух некуда посадить тоже это отдельный вопрос но все-таки похоже что какие-то альтернативы появляются вот мы так вчера начали суетиться позавчера и позавчера начал я суетиться вчера пошел уже посмотрел в соседнем здании буквально вот рядом там помещение есть она небольшое но такое сугубо офисная и и в общем-то позволяет нам с одной стороны наших новичков там как бы разместить с другой стороны позволяет освободить кое-чего из того что есть сегодня в основном нашем офисе где никто студентов не гоняет поэтому я думаю что мы вот наверное туда сдвинемся при том что еще один есть брокер который пытается наши как бы потребности удовлетворить может быть там чуть подальше каких-то зданиях но как бы договоренность такая что это должно быть в пешем ходу ну посмотрим давайте вас на природу переключил пока мы тут стоим сейчас я подкручу колесико чтобы не болталась камера вот так я надеюсь солнце вам глаза не светит нет не светит ну отлично вот будем будем ехать в такой красоте что еще происходит у нас идет курс на русском языке и там может быть немножко расписание так сбивается поскольку когда я один вел и у меня в общем-то расписание достаточно гибкая тем более с утра я уроков практически не веду школе поэтому я утром могу всегда но тут новые люди подключаются они как раз уроки ведут поэтому мы сделали кусочек юникса два занятия всего можно было и пять понимаете но нет задачи глубоко изучить юникс там для тестировщиков но была задача показать зачем это что это какие-то самые базовые вещи без которых неприлично в резюме написать там юникс дать вот и как бы дать такой вектор да то есть люди которые захотят больше чтобы им было чего оттолкнуться в каком направлении двигаться и так далее вот у нас жанна провела два урока по юниксу а сейчас у нас добавится еще кое-чего значит у нас лариса поведет автоматизацию сейчас она у меня эту автоматизацию в виде таких дополнительных трех уроков проводит в англоязычной группе онлайновый ну как бы лариса у нас не так давно поэтому она набирается педагогического опыта вот так технически у нее слава богу а вот там педагогический тем более в онлайн и учить знаете когда не то что в класс зашел там глазки видишь немножко другое ну вот набирается опыта а потом мы ее попросим в этом русскоязычном классе тоже там несколько занятий сделать по автоматизации мы думали есть такой инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений опиум называется но там сложно с установками конфигурациями замучишься особенно когда онлайн ведь когда в классе ты пробежался там вроде все нормально поэтому наверное это будет все-таки на вебе то есть такой инструмент называется селениум веб драйвер вот на нем да там еще в русскоязычной группе осталось еще два проекта значит один проект у нас будет один проект у нас будет по мобильным приложениям один проект у нас будет по веб приложениям все проекты живые настоящие не ничего там такого нет из пальца высосанного все это специально написанного для класса ничего такого нет все все по-честному так что можно будет и в резюме написать в общем так хорошо хорошо я я думаю что те ребят, которые в классе сейчас, они довольны, народу меньше стало. Вот если мы не влезали тогда в 500, то есть было 500 человек в группе, и там еще 200 было в очереди стояли, там, в бейтинг-листе. Потом мы там через пару недель все это дело переписали, перерегистрировали, и группы хватило на всех. Ну, там скайп разрешает до 600 человек группу, ну, там где-то сейчас человек 500, может быть, там, 50, но на уроки приходит, ну, что-нибудь там, не знаю, 230, 240, 250. Видите, статистика какая? Трудно. Вот даже когда тебя ведет кто-то, да, даже когда кто-то приходит, чтобы вести занятия, смотришь, там, в середине курса осталось только треть от тех, кто хотел. Значит, а к концу курса я уж не знаю, сколько останется, а сколько из них пойдет работу искать, я и вовсе не знаю. Поэтому мы как бы в этом русскоязычном курсе гораздо больше работаем на то, чтобы создать некую запись, которой потом воспользуется, может быть, достаточно много людей. Например, в предыдущем курсе, который был в 11-м году, там первое видео посмотрели, самое, понятно, что дальше меньше там, но первый вебинар посмотрели свыше 300 тысяч человек. Так что, вот, собственно, ради этого делается, чтобы прошло там 5 лет, и за 5 лет посмотрели бы там, не знаю, 200, 300, 500, сколько наберется, столько пусть посмотрит. Вот, а представьте себе вот люди, которые говорят, я сейчас там сяду, по книжке разберусь, ему говорят, умники ему говорят, а вот там не надо не ходить никуда, вот, бери книжку или там, иди на YouTube, там, иди на Википедию, сейчас вот раз, и все у тебя будет. Ну да, у одного из ста, конечно, все будет. Так что это все непростые вещи, все очень непростые в реализации. Не в том смысле, что предмет сложный, а в том смысле, что собраться тяжело. Да, вот видите, я еду, смотрю, передо мной Acura идет, и думаю, о, это типа как у Светы моей, знаете, вот как машину купишь, и вот они со всех сторон, не Мерседесы, но вот эти вот такого класса машины, как мы искали, думаешь, ага, вот она такая. Да, Светлана изучает матчасть, ей матчасть очень нравится, она осваивает разные фишечки. Тут кто-то комментарий написал, типа, когда же мы увидим, значит, демонстрацию автоматической парковки, когда машина сама паркуется, параллельный паркинг делает, я думаю, что это вопрос хороший, можем продемонстрировать. Другое дело, что если кто-то интересуется параллельной парковкой как таковой, то можно посмотреть, есть масса видео уже. Во всяком случае, я видел на Ютубе, там прямо показывают, но это, правда, я видел официоз, то есть, как бы от самой компании. Ну, конечно, если вам хочется видеть именно как Светлана это делает, как у нее руки по швам, а машина паркуется, пожалуйста, легко сделаем. Так, солнышко в глаза, проезжаем опасную зону, выходим на улицу Эл Камина Рил и шпарим по самому сердцу Кремниевой долины. Да, она же силиконовая. Что-то немноголюдно сегодня, четверг вроде. Правда, к десяти часам уже, может быть, все, кто ехал, все доехали, я не знаю. Те, кто смотрит наш канал регулярно, наверное, они замечают те изменения, которые происходят вдоль дороги. Вот видите, справа строится что-то. Но там пока еще непонятно, что строится. А вот дальше мы сейчас будем ехать. И вот вдоль этой самой исторической улицы, эта историческая улица, когда не было хайвеев, вот слева от меня идет хайвей номер 280, очень живописный такой красивый, по горам, мимо озер, по холмам. А справа такой, туда в сторону, хайвей номер 101, он такой прямолинейный, индустриальный, там, со всех сторон, там, бог знает, что наворочено, такой, такая Америка. Вот, а вот когда их не было, а не было их еще, скажем, лет 40 назад, то была вот эта улица, El Camino Real, что по-испански значит большая дорога, королевская дорога, можно так сказать. Вот, и эта улица, собственно, и сейчас так идет на юг туда, до Сан-Диего, а на север туда, вот, и в Лос-Ан-Диего, это самое, в Сиэтл. Вот, и так она вот и шла. Это, как бы, вся жизнь была вокруг этой дороги. И мы до сих пор, проезжая вот тут, видим остатки того, что было здесь и 40, и 50, и 60 лет назад. Вот, остатки эти потихонечку сносятся, и то, что осталось, начинает выглядеть каким-то уже совсем анахроничным. Здание, комплекс зданий, в котором находится вот наш офис, 81-го года постройки, а тоже уже выглядит так, ну, не старье-старьем, ну, в общем, уже, конечно, видно, что другая эпоха. Вот. И вот вдоль этой самой Элкамина Рил, помимо зелени, которая последнее время появилась на деревнях, и, конечно, вид стал более симпатичным, вот, помимо этой зелени, все время что-то строят. Такие красивые комплексы, они дорогие, там, скажем, квартирка трехкомнатная, да, там, с двумя спальнями, сдается, там, скажем, за тысяч пять в месяц. И вы скажете, кто же это так вот заплатит-то такие деньги? Ну, есть люди, есть люди, платят там. Сейчас такая концепция современная в строительстве, что, а вот слева тоже строят, там, не знаю, вот вы обратили внимание, нет, такой заборчик красненький стоит, там тоже громадная стройка, большая территория охвачена. Там эти комплексы, которые строят, они содержат довольно аскетичное жилье, там даже шкафов стенных особо немного, но, с другой стороны, там такие, как бы, общественные места хорошие, то есть там и джим, и бассейн, и бильярдная, и какие-то игровые комнаты, и так, когда гости приходят, ты их не дома у себя там собираешь, не в квартире в этой вот, а вот там идешь с ними в общественное место. Я так понимаю это все. Но такая тенденция, и это не только у нас. Вот когда мы со Светланой были год назад в Чикаго, то там тоже мы пошли посмотреть, такой громадный домино там был, 20 с лишним этажей, и вот тоже в самом даунтауне, вот таких для япис молодых, так сказать, профессионалов, с денежкой, которые не хотят в даунтаун ездить издалека, а хотят прямо там жить. И вот тоже та же самая концепция, то есть это не урбанистическая, то есть это не исключительно урбанизация Кремниевой долины. А вот слева, посмотрите, не знаю, насколько вам видно, это вот все только-только выстроили, еще, мне кажется, не заселили, то есть там какая-то отделка идет, внутренние какие-то работы. Это вот буквально, на наших с вами глазах там, за последние полгода, что я вот тут проезжаю, вот это все появилось. А вот слева еще один, смотрите, просто они как грибы. Слева еще один. Так, а я, конечно, головой кручу, то я вижу что-то такое, чего прямо с дороги не увидать, вот так камеры. И меняется, меняется, меняется Кремниевая долина. Во всяком случае, вот это ее старая часть. Вы видите, вокруг старья полно, но вот то, что справа, то, что слева, это все такое доисторическое. Эти строения, друзья, знали там, не знаю, там, президента Кеннеди, там, может быть, еще Эйзенхаура, давно. А вот еще раз, бах, справа, и слева тоже было небольшое, а справа, вот видите, а слева еще строится, видите, в дереве тут. Просто живого места нет. И это все места, вот где мы проезжаем с вами, они довольно-таки, как сказать, эксклюзивные, так можно сказать. Это самый-самый эпицентр Кремниевой долины. Справа Маунтин-Вью, слева у нас меняется, так, переходит из одного в другой Маунтин-Вью, Лос-Алтес, немножко Сен-Ивейл был там сзади, вот, так что, сейчас это Маунтин-Вью, по левую руку, а когда мы приедем к нам в офис, это будет уже Лос-Алтес, вот, по левую руку, я извиняюсь. Вот, справа, новое здание, тут, друзья, просто, они со всех сторон нас захватывают, и даже, вот, например, если посмотреть на здание, которое слева, впереди, это такой серьезный комплекс, достаточно дорогой, но они его перестроили, вот, может быть, сейчас, не знаю, видно вам или не видно, может быть, ну да, там еще идут какие-то работы, они его очень серьезно переделали, обновили, стало другое совсем здание, а вот впереди, так, ну, чего, встраиваемся, встраиваемся, так, ну, что-то мы встали, а давайте я, может быть, левее действительно тоже отойду, да, мне налево, вот, справа, там желтенькое такое здание, и оно уже за забором, это был ресторан, и все это сейчас снесут, а за этим зданием там уже такого снесли, вы не представляете, там целый большущий квартал, большущий, большущий квартал, и там строится, и строится, и строится, будут менять справа, там улицы, которые идут за этим кварталом, там движение поменяют на одностороннее, потому что там будет так много всего, что не проехаться, тут большие дебаты были городские, еще нужно ли менять движение на одностороннее, и так далее, вот строят прямо вот тут, так, да, вон там, да, вот видите, забор, машины строительные, видите, строительная техника стоит, вот это вот справа тут, громадная стройка идет, там народу куча, а впереди вы видите немножко вот такой комплекс, называется Авалон, если вы погуглите на Авалон, там, Mountain View, вот, то вы увидите, там еще лет, ну, не знаю, сколько он тут стоит, может быть, уже лет 10 ему, вот еще лет 10 назад, там, уже за 5000, например, там сдавалась, там, квартирка двухспальная, то есть, когда таких цен вообще не было, вот там уже были, а сейчас они, наверное, дороже стоят, я даже не знаю, я не интересовался в последнее время, потому что, те цены, которые вот у них были 10 лет назад, они сейчас повсеместно в новом, современном жилье, так вот, вот это здание совсем справа, это коммерческое, там, в смысле, бизнесы, а вот наша плаза, пожалуйста, выглядит уже не так современно, вы видите, уже совсем не то же самое, не то, что там стекло, бетон, металл, едем дальше, да, велика плаза, а как офисочек нужно снять, так и, так и проблема, хотя сейчас время такое, экономика хорошая, последние там, не знаю, годы, и не так, не так просто, все прихвачено, так, пропускаем, проезжай, мерседес, проезжай, я немножко, как бы, не по своей полосе еду, чтобы заехать куда-нибудь, направо, вот у нас студентки-то, на мерседесах ездят, думали, они на чем, так, опа-на, все, друзья, мы заняли стратегически верную позицию, которая загораживает солнце, чтобы я мог сзади иметь эту заставку силикон-вал и войс, чтобы ее насквозь не просвечивало, в общем, все имеет свое объяснение, а я иду в офис, и сейчас у нас начнется класс в русскоязычной группе, счастливо! Смотрите продолжение в следующей серии.